Добрый вечер. В студии Наталья Шевченко о событиях в Украине в нашем выпуске. Верховный суд России оставил приговор Николаю Корпику и Станиславу Клыху в силе. Осужденных в РФ украинцев в зале суда не было. Они выходили по видеосвязи из Грозного. На заседании была народный депутат Украины, бывшая политзаключенная РФ Надежда Савченко. Фейгин считает ее приезд странным, учитывая, что Савченко осудили в России, среди прочего, из-за незаконного пересечения границы. Ранее адвокат Илья Новиков сообщил, что после решения суда приговор вступит в силу. Тогда защита начнет лоббировать освобождение украинцев по модели Савченко-Солошенко-Афанасьева. Напомню, 26 мая суд в Чечне приговорил Корпюка к 22,5, а Клыха к 20 годам заключения. Их обвинили в участии в боевых действиях против федеральных сил в время Чеченской войны 90-х. Украинцы свою вину отрицают, говорят, их задержали незаконно и пытали, чтобы получить показания. Просочившаяся в сеть переписка серого кардинала Кремля Владислава Суркова подлинная. Это в эфире Пятого канала подтвердил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит. По его словам, СБУ изучает опубликованные хакерами материалы с электронной почты помощника президента России. Содержание отдельных файлов совпадает с тем, что СБУ изъяло в время обысков, связанных с сепаратистской деятельностью некоторых граждан по Закарпатью. Достоверность переписки Суркова относительно планов по дестабилизации Украины подтверждает и независимый эксперт Беллинкет Арик Толлер. Об этом он написал в Твиттере. Напомню, группа украинских хакеров Киберхунта обнародовала копии документов с электронной почты Суркова. В них изложены меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы. За минувшие сутки один украинский военный получил ранение на Донбассе. Это произошло на Донецком направлении. Боец подорвался на взрывном устройстве, сообщили в Минобороны. Боевики пять раз обстреливали Авдейскую промзону, трижды применили минометы, выпустив по украинским позициям 40 мин. На Луганском направлении под огонь боевиков попала станица Луганская. В Попаснянском районе боевики применили пушки 122-го калибра и самоходные арт-установки. Из-за обстрела пострадали несколько жилых домов и насосная станция. Без воды остался целый микрорайон Попасной. На Мариупольском направлении ситуация остается такой же, как и в минувшие дни. Серия минометных обстрелов со стороны противника прокатилась по всей линии фронта. По нашим позициям выпустили 40 мин. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 24 вражеских обстрела, в том числе 6 из тяжелого вооружения. «Покори волну» социальный ролик о психологической реабилитации бойцов АТО представили в Киеве. Инициировала проект Минобороны Украины, чтобы привлечь внимание людей к проблеме психологических травм, полученных на войне. Герой проекта – участники боевых действий на Донбассе. В ролике – видео, снятое имиджи на поле боя. Они поделились своими историями и рассказали о работе психологов. В ленте эксперты объясняют, насколько важна правильная психологическая реабилитация после войны. Фильм адресован не только бойцам, но также их родным и всему обществу. «Фильм несет основной посыл в том, что если у человека наблюдаются какие-либо симптомы, какие-либо проблемы психологического, личного характера, связанные с участием в боевых действиях, то одним из способов решения этих проблем есть обращение к квалифицированному психологу. Поэтому основной посыл фильма – это информирование наших граждан о проблеме, которая существует, и способах, и путях ее решения». План по люстрации в Украине выполнен на 98%. Всего в Украине уволили почти тысячу чиновников высшего ранга. Об этом говорится в отчете Министерства юстиции Украины. Закон об очищении власти вступил в силу два года назад. За это время во всех государственных органах должны были закончиться проверки. Самой проблемной оказалась судебная система. Люстрировать по закону удалось лишь одного руководителя суда. Самая плодотворная – чистка рядов налоговиков, пограничников и прокуроров. Люстрировали в основном тех, кто занимал должности при Януковиче и в период СССР. А вот очистить власть от коррупционеров не удавалось за неимением доказательств. Теперь ситуация должна улучшиться. Касательно имущественной проверки и иллюстрации по этому принципу, важный вопрос – то, что в стране должно заработать антикоррупционное законодательство и новые антикоррупционные органы, а также электронное декларирование. Тогда мы начнем эффективно иллюстрировать тех чиновников, которые не могут объяснить источники своих доходов, как прописано в законе об очищении власти. Кабмин одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины. Нововведения позволят внедрить принципы эффективной антикоррупционной политики в государстве, отметил премьер-министр Владимир Гройсман. Теперь за изменения должна проголосовать Верховная Рада. Кроме того, глава правительства заявил, госбюджет на 2017 год сейчас на финальной стадии согласования. В нем предусмотрено и увеличение минимальной зарплаты в два раза. С нового года она составит 3200 гривен. На такого же уровня увеличат и прожиточный минимум. По словам премьера, рост зарплат не повлияет на баланс сметы и не приведет к росту инфляции. Труд украинских граждан недооценен. Хочу подчеркнуть, что сегодня очень важно создать систему, при которой украинские граждане начнут получать надлежащую заработную плату за свой труд. Мы сегодня предлагаем сделать первые шаги. С 1 января 2017 года ни один гражданин Украины не будет получать меньше 3200 гривен. Это касается не только частного, но и государственного сектора. Поддержка от Европы. В Киеве представили промежуточные результаты совместных проектов с Советом Европы и Евросоюзом. Среди главных задач укрепление стандартов по правам человека, пенитенциарной и антикоррупционной реформы. Такое сотрудничество закреплено планом действий рамочной программы на 2015-2017 годы. Бюджет проектов более 4 миллионов долларов. Права человека, демократия и верховенство права по стандартам Европейского Союза. Приблизить к ним страны Восточного партнерства взялся ЕС и Совет Европы в 2014 году. Сейчас в Украине работа идет по нескольким ключевым направлениям. Среди них укрепление стандартов по правам человека, пенитенциарной и антикоррупционной реформы, свобода медиа, а также поддержка демократических выборов. В рамках проектов уже проведен ряд учебных программ и консультаций. Также подготовили предложения по усовершенствованию законодательства. Украина эффективно работает над выполнением обязательств, которые она взяла на себя, вступив в Совет Европы. В частности, по обеспечению демократии, прав человека и верховенству права. И уже есть результаты. Таким образом, все это приближает Украину к Европейскому Союзу. Среди основных направлений сотрудничества — преодоление коррупции. И мы достаточно эффективно здесь, с Украиной, работаем. Европейские эксперты, в частности, предоставили рекомендации по изменению в закон о борьбе с коррупцией. Помогли расширить возможности Национального антикоррупционного бюро. Теперь оно может обмениваться данными с другими учреждениями. Также Совет Европы разработал методику оценки рисков коррупции и антикоррупционной программы для госсектора. Помогли с внедрением электронного декларирования. Буквально за несколько месяцев до того, как в Украине было принято несоответствующее законодательство, Совет Европы совместно с Европейским Союзом проводили исследования. Был подготовлен модельный набор статей по этой теме. Это очень нам помогло в работе с народными депутатами. Среди ключевых программ и расширения свободы СМИ. Европейские эксперты помогли с реализацией законодательства о прозрачности медиасобственности и переходе на цифровое вещание. Сейчас работают над отменой лицензирования каналов. Его заменят разрешительной системой. Для нас они предлагают ее и пропагандируют свободу слова. Им свобода слова в Украине нужна для будущего. Чтобы Украина не превратилась в Россию, чтобы иметь нормального соседа, а не такого, как Россия. Европейцы могут поехать туда и освещать там события, а украинский журналист не может. Его сразу в России или убьют, или бросят за решетку. Чтобы украинские стандарты защиты прав человека соответствовали во всем европейским, эксперты разработали предложения касательно почти двух десятков законов. Также провели ряд тренингов для полицейских. Сотрудничество с Советом Европы и Евросоюзом ведется согласно срамочной программой. Завершить ее реализацию должны в следующем году. Четыре медали завоевали украинские пловцы на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился в японском Токио. Михаил Романчук выиграл две дистанции вольным стилем 400 и 1500 метров. Дарина Зевина дважды стала бронзовым призером соревнований на 200 и 100 метровки на спине. На предыдущем этапе Кубка мира в Сингапуре Романчук и Зевина добыли пять медалей на двоих. Последний этап соревнований из девяти этапов пройдет 29-30 октября в Гонконге. Это все, о чем успеваем рассказать в этом выпуске. Оставайтесь с ЮЭй-ТВ. Мы всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова